Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Незаметно подкрался ноябрь. Сегодня я вам показываю состояние виноградника нашего в ноябре. Разговариваем про планы работ, ну и покажу еще что-то интересное. В этом году осень очень нас балует. До сих пор на начало ноября еще не было у нас морозов, не было заморозка. Поэтому висит листва, хотя не у всех. Постепенно идет листопад. Прибалтийские сорта практически полностью сбросили листья. Некоторые другие сделают это вот-вот. Где-то лист желтый, где-то еще немножечко зеленоватый, но постепенно уже начинает опадать. Видите, кое-кого он уже давно упал и растение приготовилось к зиме. И вот здесь, среди этой желтенькой листвы, мы находим пасынковый урожай. Это реформ. Смотрите, вот основной побег. Пасынок, который тоже вызрел. И гроздочка. И гроздочка, кстати, тоже созрела. Очень вкусная, очень приятная. Правда, размеры, конечно, мельче. Ягодка мельче, но тем не менее. Вот еще пасынковая гроздочка красотки. Конечно, не такая сладкая, как основной урожай. Но тем не менее, съедобная очень даже. И Антония Великая. Ну, здесь ягод было чуть больше, мы просто их съели. Но Антония Великого, чем ниже пасынки, здесь ягоды полностью вызрели. А уже на более высоких пасынках, вот здесь, например, здесь, конечно, уже они зелененькие. То есть растения во всем готовятся к зимовке. Мы немножечко можем передохнуть перед еще одной важной операцией на винограднике. Перед обрезкой, о которой поговорим буквально через минуту. Обработок уже никаких проводить не имеет смысла. Калий для вызревания уже все равно растения особо не впитывает. Химические обработки, в принципе, тоже уже у нас слишком прохладны для этого. Но если у вас был аидиум, например, на побегах, на вот этих вот, можно обработать трехпроцентным раствором медного купороса либо бордосской смеси. Мы всегда обрабатываем лозой перед зимним укрытием. Ну, тогда, когда нам удобно. Опять же, потому что мы укладываем на землю, мы не знаем, какая будет осень, бывает, что дожди, бывает еще что-то, ну, какая-то дополнительная защита. Но делать это или не делать, вы на свое усмотрение. Ну, а теперь самый важный момент, когда же проводить обрезку. Первое, не стоит спешить. Пусть растение вызревает, пусть растение максимально уходит на покой. Если у вас прошли заморозки или истопал, подождите недели-две, чтобы там закончился правильный ток различных питательных веществ. После этого можно приступать к обрезке. Вообще к обрезке можно приступать довольно поздно. Можно даже это делать рано по весне. Но мы всегда еще используем какое-то рациональное зерно. То есть делаем это тогда, когда нам удобно. Ну, в нашем случае, повторюсь, осень в этом году как никогда замечательная. Еще морозов не было. Ближайшие недели-две не предвидится. Многие лозы уже сбросили лист самостоятельно. У кого-то вот он еще держится. Но пока мы ждем. И я думаю, что до середины ноября точно обрезка терпит. Так что пока расслабляемся. И приблизительно недели через две лист наш полностью опадет. Растения будут полностью готовы к зиме. И мы начнем обрезку. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях. Пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч.